Симферополь В Крыму количество заболевших COVID-19 с каждым днем снижается. Власти постепенно снимают ограничения, однако масочный режим по-прежнему остается. Долгожданная реконструкция сквера около ДКП в Симферополе на завершающем этапе. Окончание всех работ в кратчайшие сроки зависит только от погодных условий. Сотрудники из Центра подводных исследований рассказали о том, как удалось обнаружить затонувший в 1941 году теплоход Армения и каким образом устанавливаются списки погибших. В нашем поиске самое трудное то, что мы не знаем, сколько было на борту теплохода людей, кто они были. В Севастополе сотрудники ФСБ задержали владельца интернет-магазина по продаже наркотиков и психотропных веществ. По информации ведомства, 20-летний молодой человек закупал вещества в интернете и реализовывал их в Крыму и Севастополе. Задержанный успел осуществить около 300 закладок. Дому у владельца незаконного бизнеса обнаружено и изъято более пяти видов наркотических средств и психотропных веществ. Общая масса превысила 500 граммов. Следственным отделом управления в отношении организатора интернет-магазина возбуждено уголовное дело по факту покушения к сбыту наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, составляет 20 лет лишения свободы. В настоящее время управлением проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, а также других причастных к нему лиц. Сразу несколько аварий в крымской столице произошли в минувшие выходные. По информации госавтоинспекции города, ночью 28 февраля водитель БМВ ехал по улице Киевская со стороны Никанорова. Не выбрал безопасную скорость, далее не справился с управлением и столкнулся с деревом. В результате ДТП погибла 20-летняя девушка. Она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. По факту еще одного ДТП с ребенком, сотрудники полиции начали проверку. По данным ведомства, происшествие произошло около пяти часов вечера на проспекте Победы, недалеко от Каменки. Под колеса автомобиля «Пежо» попал 14-летний подросток, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После удара мальчика откинуло на машину, которая двигалась по встречной полосе. Пострадавший был госпитализирован в больницу. Ситуация с водой в Крыму по-прежнему оставляет желать лучшего. Притоки в водохранилище остаются слишком маленькими для того, чтобы обеспечить жителей достаточным количеством природного источника. А властям за прошедшую неделю вновь поступило больше тысячи жалоб на мутную воду, аварии и срыв графиков. Уже известно, что с проблемой не справятся и подземные источники. Есть вероятность, что выкачка воды из скважин может нанести серьезный урон экологии. Сейчас власти Крыма уверены, единственный путь решения водного кризиса – строительство опреснительных установок. Другого пути нет. В Советском Союзе не такие были глупые геологи, соответственно, и была наука. То есть в том плане, что Северокрымский канал не было бы необходимости рыть, если бы здесь были подземные источники воды. Поэтому паразитирование на эту тему давно надо прекратить. Выход с точки зрения гарантированного, еще раз говорю, водоснабжения Республики Крым. Сейчас это, я имею в виду, стопроцентная гарантия. Понятно, это только опреснительные установки. Другое дело, еще раз же, система водоподготовки и все остальное должна соответствовать требованиям времени и, еще раз говорю, на здоровье людей никак не влиять. На прошлой неделе произошла серьезная авария на водоводе «Жаворонки-Веселые». Из-за этого жители нескольких поселков временно лишились воды. Повреждения устранили в кратчайшие сроки. На этой неделе жители Симферополя обеспечат дополнительным запасом артезианской воды. По планам, в дома крымчан должны направить еще 85 тысяч кубометров природного источника. Уже известно, сколько воды прибавилось в крымской столице за февраль. Притоки совсем не балуют. Например, за истекшие сутки мы получили меньше 400 тысяч кубов воды. И при этом за февраль месяц, уже могу доложить цифры точные, с поверхностных водоисточников в город был поднято всего чуть 1 миллион 247 тысяч, а из скважин их 2 миллиона. Отдельной проблемой сегодняшнего дня в Крыму остаются незаконные сбросы нечистот в водные объекты. В Министерстве экологии республики регулярно проводят рейды и выявляют нарушителей закона, которые наносят серьезный вред природе. За последние две недели выявили три факта незаконного сброса неочищенных сточных вод на территории Симферополя и Кировского района. Из-за серьезности проблемы в правительстве подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. Внесение законодательной инициативы по увеличению штрафных санкций за самовольный сброс сточных вод в водные объекты. Проект федерального закона разработан, сейчас находится на стадии согласования. Предлагаем увеличить санкции в пять раз от двух тысяч до десяти тысяч. Законопроект в ближайшее время примут депутаты Госсовета. Ранее глава Крыма поручил ликвидировать реки с нечистотами на пляжах республики до начала курортного сезона. Кроме этого, в ближайшее время в Симферополе начнется ряд дорожных работ. Сергей Аксенов заявил, что на ремонт улиц должно уходить не более десяти дней, а подрядчик должен заранее устанавливать сроки и вкладываться в график. В 2021 году капитальный ремонт пройдет на 60 улицах крымской столицы, в том числе и на центральных дорогах. Власти предупредили, что из-за работ есть вероятность аварий на водопроводах. О них подрядчики должны оперативно докладывать предприятию «Вода Крыма». В Крыму продолжает уменьшаться количество заболевших коронавирусом. За последние февральские выходные в республике обследовали почти 6 тысяч человек и выявили 127 случаев COVID-19. За субботу зарегистрировали 65 заболевших и еще 62 за воскресенье. За двое суток 11 человек скончались. За весь период пандемии в Крыму зарегистрировали 35 790 случаев коронавируса. Эпидемиологическая обстановка улучшается, поэтому власти республики официально сняли значительную часть антиковидных ограничений. Банкеты, корпоративы и свадьбы в торжественной обстановке вновь разрешены. Кроме этого, залы кинотеатров и театров можно заполнять на 75%. Ранее допускалась заполняемость не более 30. Некоторые ограничения все еще остаются в силе. Запрещено большинство массовых мероприятий, а заведения общепита все еще могут заполняться только наполовину. В указе главы Крыма появилось нововведение. Отныне студентов иностранцев будут допускать к учебе исключительно при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус. В республике по-прежнему сохраняется обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Весна начинается с нововведений в законодательстве. Некоторые из них уже вступили в силу. С 1 марта заработают поправки в законе о защите персональных данных. Теперь пользователь сам будет решать, какую личную информацию о себе можно использовать публично, а какую нет. Более того, операторы обязаны удалять персональные данные из общего доступа по требованию пользователя, а компании, которые обрабатывают личные данные, должны будут доказывать законность их получения. Кроме того, вступает в силу закон об уголовной ответственности для физических лиц иностранных агентов, не подавших заявления об их включении в реестр таких агентов. Также с 1 марта перестает действовать беззаявительный порядок начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет семьям с низким доходом. Детей без билетников теперь законом будет запрещено высаживать из общественного транспорта, если они моложе 16 лет и едут без сопровождения взрослых. Ряд новых правил коснется содержания многоэтажек и дворов, согласно которым уборка дворов должна осуществляться ежедневно. На придомовой территории водителям запрещено мыть авто, проверять тормоза и настраивать звуковые сигналы. Также запрещаются возле входов у подъездов разгрузочные и погрузочные работы. Управляющие компании обязаны не реже одного раза в месяц чистить, мыть и дезинфицировать подъезды. Реконструкция сквера около Дворца культуры профсоюзов в Симферополе находится на завершающем этапе. На благоустройство сквера было выделено 212 миллионов рублей. Работы проводились на протяжении полугода. Согласно проекту, на территории трех гектаров для симферопольцев появятся детская и несколько спортивных площадок, а также скейт-парк. Кроме того, положена новая тротуарная плитка, обустроены лестничные сходы, дренажная система, установлены лавочки и камеры видеонаблюдения. Однако сдачу объекта в срок пришлось отложить из-за неблагоприятных погодных условий. В Рио главы администрации столицы отметил, что на данный момент выполняются оставшиеся работы и устраняются недочеты. В кратчайшие сроки объект будет готов к сдаче. Поставлена задача и подрядчик обязуется как раз с наступлением этих благоприятных погодных условий завершить все работы. Рассчитываем на то, что до выходных работы будут выполнены полностью и начнется приемка в соответствии с законодательством. На днях рабочие приступили к подключению электричества, к укладке резинового покрытия на спортивных и детских площадках, а также асфальта на подъездной дороге к ДКП и парковке. Параллельно устанавливаются биотуалеты, которые предусмотрены в том числе и для маломобильных групп населения. Но по-прежнему для окончательного завершения всех работ требуется благоприятная погода. Сейчас остались такие виды работ с гранитом, отделка клумб гранитом. Одна клумба уже готова. Для отделки второй необходимо положительная температура не ниже 5-8 градусов. И опять же без дождя, без снега, без осадков. Поэтому клумба там осталась примерно работать где-то 3-5 дней примерно. Но нужно необходимо, чтобы ночью было тепло, днем без осадков. Представитель стройконтроля отметил, по завершению всех работ необходимо будет еще несколько дней выделить на уборку территории от строительного мусора. Затем последует прием сквера на баланс города. Ильвина Зарипова, Служба новостей и ТВ. С приходом весны компания ВАД начала укладку асфальтобетона на региональных дорогах Крыма. Работы уже ведутся на участке трассы Симферополь-Евпатория в районе Скворцова. Протяженность ремонта трассы 5,5 километров. Сейчас движение машин на месте проведения работ идет под управлением регулировщиков. На участке будут уложен новый асфальт, отремонтированы тротуары и обустроены остановки для общественного транспорта. Кроме этого, в ближайшее время работы пройдут в районе села Родниковое перед аэропортом Симферополь. Ремонт обоих объектов планируют завершить до 30 июня. В апреле прошлого года специалисты Центра подводных исследований Российского географического общества на дне Черного моря в 17 милях от Ялты обнаружили затопленный в 1941 году теплоход «Армения». Трагедия произошла 7 ноября. За сутки до этого санитарно-транспортное судно отправилось из Севастополя в Туапсе с ранеными и эвакуированными людьми и по пути остановилось в Ялте. 7 ноября теплоход был атакован немецкой авиацией и за считанные минуты ушел под воду. Спастись удалось единицам. По предварительным данным, всего на борту находилось от 4,5 до 10 тысяч человек. Но точные цифры остаются пока главной загадкой исследования. В нашем поиске самое трудное то, что мы не знаем, сколько было на борту теплохода людей, кто они были. И поэтому этот поиск, как война не закончена до тех пор, пока не похоронен последний солдат, так этот поиск будет длиться до того момента, когда мы поймем, что искать больше просто нет возможности. Не потому что некого, а просто нет возможности. На данный момент экспертам удалось установить порядка 300 погибших. Но поиски жертв и их имен по-прежнему ведутся. Ежедневно исследователи узнают все новые подробности о затонувшем судне. Много фактов им удалось обнаружить благодаря архивам. Сейчас исследователи запускают волонтерское движение для сбора и составления народного списка, который в последующем станет книгой памяти теплохода Армения. Также исследователи поставили для себя главную задачу обратиться в архив НКВД, где могут храниться засекреченные данные о гибели судна. Кроме того, специалисты Центра подводных исследований направили запрос в Государственный архив Республики Крым, где могут храниться списки тех, кто отправился на Армению в тот трагичный рейс. Мы можем только предполагать, что там были партийные работники, сотрудники лагеря Артек, хозяйственные работники, советские служащие. Там, как по первичной информации, были эвакуированы некоторые архивы Ялты, например, военкомата Ялты и так далее. Это пока еще окончательно не подтвержденная информация, поэтому нам было бы очень полезно попасть в Государственный архив Республики Крым. Поиски судна проходили длительно и сложно. Исследователи обозначили район сплошного поиска, рассчитав время гибели и среднюю скорость теплохода. Обозначили сектор поиска, где и обнаружили затонувшее судно. Надстройка теплохода была сильно повреждена, а специалисты установили, что этому способствовало бомбометание. Министерством обороны России место гибели теплохода уже признано официальным воинским захоронением и братской могилой. В перспективе запланирован проект по разработке документального фильма о теплоходе Армения. Эльвина Зарипова, Служба новостей и ТВ.